Небольшое объявление. Все вы знаете, что с сентября 2015 года мы снимаем полнометражное кино. Кино называется «Учитель физики желает познакомиться». Это история, которая происходит в городе Симферополе. Город Симферополь – это столица Республики Крым. Город Симферополь традиционно не имеет выходов к морю сам по себе. Там нет отелей, там нет курортов. Но это такой крупный туристический хаб с аэропортом, с автовокзалом, когда-то с железнодорожным вокзалом. Сейчас он не работает. Это получается сердце Республики Крым, откуда люди разъезжаются в разные точки поближе к морю. То есть город не курортный, город традиционно ательеров и чиновников, ну ательеров при транспортных хабах. Но город с богатейшей российской историей. В этом городе жил и работал Игорь Васильевич Курчатов. И вот тема фильма «Учитель физики желает познакомиться» непосредственно связана с этим. Поскольку Симферополь – это исторический город физиков, из которого вышли знаменитые ядерщики, знаменитые физики всей России, Советского Союза, Российской Федерации, то главный герой имеет миссию, связанную с тем, чтобы возродить физическую школу. Фильм на самом деле – это романтическая комедия. То есть линия физики – это такой фундамент, на котором базируются личностные дела нашего героя. И поскольку он работает в школе, то, соответственно, его личная жизнь отражается на личном жизни его сына, которому 15 лет. И там достаточно много современных, узнаваемых ситуаций, которые дети видят своими глазами в жизни 40-45-летних родителей. Это романтическая комедия. Ну? Пап, я нашел люмию 640-ю. Она вставляет по железу всех. И? Пап, ты поможешь наследнику? Не, ну если наследнику, то, конечно, помогу. Но только не сегодня. Давай завтра, послезавтра. Договорились. Мы закончили, в общем-то, съемочный период. У нас осталось буквально несколько массовых сцен, связанных там с крупным мероприятием. А в частности, это Всероссийская педагогическая конференция в городе Симферополе. И мы хотим обратиться к нашим потенциальным зрителям, которые ждут нашего фильма. Мы фактически хотим начать предпродажу билетов. Дело в том, что мы будем прокатывать наш фильм в залах, в актовых залах школ, в домах культуры. Естественно, после того, как мы получим прокатное свидетельство Министерства культуры. И люди будут идти в кино, в общем-то, за билеты. Мы хотим параллельно с этим, параллельно с прокатом в школах, параллельно с прокатом в домах культуры, минуя существующие кинотеатральные сети, предложить нашим друзьям, нашим последователям, нашим фолловерам или людям, которые нас поддерживают, поучаствовать в этом прокатном процессе следующим образом. Люди, которые уже сегодня готовы заплатить обычную цену билета, это 350 рублей, в качестве предоплаты, могут это сделать по реквизитам, которые будут в подписи этого ролика. И большая просьба написать письмо на электронную почту мою, которая тоже будет в подписи этого ролика, с тем, чтобы вот эту сформировавшуюся базу людей, купивших билеты на премьеру, мы оформили таким образом, чтобы в день премьеры мы вам пришлем персональную ссылку на скачивание. И вы сможете, если вы живете там в разных городах или селениях Российской Федерации, совершенно независимо в день премьеры посмотреть премьеру национального фильма под названием «Учитель физики желает познакомиться». Главная цель новой крымской полнометражки – сделать героем рядового человека без каких-либо сверхспособностей. Сюжет романтической комедии будет разворачиваться вокруг обычного учителя физики. Человек 45-летний решает личные вопросы. Там возникает как матрица, вложенная матрешкой, такие разные смыслы, которые он обсуждает со своим 15-летним сыном. Как построить семью? Как взять на себя ответственность? Как не быть инфантильным, когда тебе исполняется 22 года? Как строить отношения с женщинами? Это не основа производства, конечно, но это основа того, как построить счастливую жизнь тоже через 15-20 лет. Мы выставляем вилку из трех цифр. 350 рублей – это цена билета, как будто бы вы пойдете в кинотеатр и сможете посмотреть вместе со всей Россией фильм, который мы заканчиваем производство в середине апреля. Премьерную дату мы планируем сделать в 20-х числах апреля. Об этом будет дополнительная информация. Причем эту дополнительную информацию мы сразу же наладим обмен информацией с нашими зрителями, которые оплатят билеты. Прямо по e-mail, то есть будет устроена рассылка, в которой мы будем информировать о всех этапах подготовки к нашему прокату. Кроме билетов 350 рублей за ссылку на файл, который вы сможете просто скачать без всяких защит, без ничего. Мы понимаем, что на следующий день фильм появится в интернете, будет огромное количество просмотров. Но тем не менее, первый флешмоб, первый просмотр в первый премьерный день, это и есть тот способ получить какие-то ресурсы для того, чтобы запустить следующий фильм. Кроме 350 рублей мы обращаемся к людям, которым интересен, например, фильм о фильме. Как методически, как организационно производился наш фильм. Перечислить 500 рублей. И 1000 рублей мы просим у тех, кто хочет получить в подарок методическое пособие в виде видеокурса. Это список роликов и документ в PDF, в котором будут расписаны основы сценарного дела. Производство детских и юношеских фильмов в современном мире это не очень простая работа. Это несколько, знаете, такое направление, которое выбивается из общего мейнстрима. Мы хотим перехватить управление медийное нашим подрастающим поколениям, которое смотрит в гаджетах исключительно западные фильмы. И, соответственно, там есть ряд нюансов, которые мы даем методически в виде видеоуроков и в виде документа, который называется методичка. В этой же методичке, кроме сценарного дела, будут основы цифрового кинопроизводства, кастинга, организации съемок, монтаж, цветокоррекция, звучание. Причем все это можно будет производить доступными ресурсами. Не надо покупать камеры за сотни тысяч долларов. И эта методичка предназначена для тех людей, которые хотят организовать киностудию детских и юношеских фильмов у себя в городе или в селе на базе средней школы или на базе дома культуры. Таким образом, я прошу поучаствовать в нашем проекте, поддержать наше начинание под названием «Крымская киностудия детских и юношеских фильмов» под названием «Ласточкино». И, в общем-то, перечислить в порядке краудфандинга или сбора народных средств не подарок, не пожертвование, а получить за эти деньги реальную ценность, которая называется фильм, который мы производим почти полгода. И фильм о фильме, который рассказывает о методических особенностях производства. И методичку, которая позволит вам, в общем-то, изучить вопрос, связанный с организацией подобной киностудии в вашем городе или в вашем селе. Спасибо за внимание. Я думаю, что сетевая всероссийская киностудия детских и юношеских фильмов, которая сможет производить большое количество контента, фильмов, предназначенных нашим школьникам, старшеклассникам, студентам, молодежи. Это проект, который на самом деле может заинтересовать многих. Нам уже пора с вами перехватывать внимание наших детей, которые смотрят на западный кинематограф, который на самом деле проповедует не наши модели поведения, не наши ценности, не наши человеческие реакции на различные аспекты современной жизни. В общем, такое вот объявление. Приглашаю поддержать наш проект «Учитель физики желает познакомиться» на последнем этапе. Цифра, которой нам не хватает, она на самом деле очень небольшая. Нам нужно примерно 60-70 тысяч рублей для того, чтобы снять эти две сцены и закончить светокоррекцию и озвучание. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, можно задавать в комментариях под этим видео или писать по электронной почте, которая предназначена для наших зрителей, которые осуществят предоплату билета за просмотр фильма «Учитель физики желает познакомиться». Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.